МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повлекших по неосторожности гибель 13 человек в ДТП у села Некрасово. Совместные умышленные действия данных фигурантов уголовного дела, которые действовали в составе организованной группы, направленной на нежелание исполнять должным образом свои профессиональные обязанности по организованной перевозке пассажиров, повлекли за собой выезд водителя микроавтобуса на полосу встречного движения и столкновение с автобусом ЛИАЗ. В результате чего 13 лицам причинена смерть, 3-м причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Страшная авария, куда выезжала патрульная служба, произошла утром 5 октября 2018 года на 24-м километре автодороги Тверь-Ржев. Мужчина, управляя микроавтобусом Форд Транзит, находясь в болезненном и крайне утомленном состоянии в связи с нарушением времени междусменного отдыха, допустил столкновение с автобусом ЛИАЗ. В результате столкновения погибли водитель и 12 пассажиров Форда. С телесными повреждениями в больницу доставлены пассажир и водитель автобуса ЛИАЗ, а также пассажир микроавтобуса. Как выяснилось, в ходе предварительного расследования фигуранты уголовного дела организовали на территории Твери, в том числе автобазы, деятельность по перевозке пассажиров. При этом на данной территории фактически находилось более 10 аффилированных организаций, целью которых было извлечение максимального дохода от пассажирских перевозок при минимальных затратах. Между обвиняемыми было четкое распределение преступных ролей. Разделение на несколько организаций являлось условным. Фактически ими руководили одни лица. Индивидуальный предприниматель распределил роли, поручив одной из обвиняемых исполнять функции директора автодома и отвечать за бухгалтерское и финансовое сопровождение всех фирм, придавать законность осуществляемой деятельности другим лицам, функции руководителя медицинских работников автодома и руководителя водителей трансавто. В период с 1 марта по 5 октября 2018 года обвиняемые осуществляли оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, на территории Твери и Тверской области, извлекая постоянную крупную материальную выгоду. Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемые оказывали воздействие на свидетелей и потерпевших, уничтожали и скрывали документы и предметы, представляющие значения для следствия, предоставляли фиктивные и подложные документы. В ходе предварительного расследования ни один из обвиняемых вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. Несмотря на это, следователям Следственного комитета детально восстановлены обстоятельства смертельного ДТП. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователями Заволжского МСО города Твери регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела по преступлению, совершенному 17 лет назад. Летом 2002 года в пролетарском районе Твери теперь уже обвиняемый жестоко избил другого мужчину, который, не приходя в сознание, скончался в больнице. В результате грамотно спланированных и качественно проведенных следователям Следственного комитета следственных действий при активном содействии сотрудников отдела криминалистики следственного управления, а также сотрудников полиции, были добыты неопровержимые доказательства вины 57-летнего жителя города Твери, изобличающие его преступную деятельность. Следователями была проведена огромная и кропотливая работа, направленная на установление всех обстоятельств, произошедшего 17 лет назад преступления. Были установлены и допрошены более 10 свидетелей совершенного преступления. Проведены осмотры мест совершения преступления, проверки показаний на месте участников по делу. Был проведен комплекс судебных экспертиз, следственный эксперимент с участниками, опознание фигуранта дела и очные ставки между ним и очевидцами совершенного преступления. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Необходимо отметить, что в следственном управлении регионального следственного комитета России на протяжении многих лет эффективно работает группа по анализу и раскрытию преступлений прошлых лет, в которую входят наиболее квалифицированные следователи следственного комитета, криминалисты следственного управления, ветераны следственных органов, а также оперативные сотрудники полиции. Системная работа позволяет реализовать основополагающий принцип уголовного процесса. Это принцип неотвратимости наказания и привлечь виновных к уголовной ответственности за преступления, совершенные в прошлые годы.